расскажу я вам как и обещала о базовых насадках о насадках для зефирной флористики и как я уже говорила базовая насадка это универсальная насадка не нужно покупать 1500 наконечников чтобы сделать прекрасные цветы насадка 128 крупная насадка прямой лепесток мы ее берем в основном для розы роза получается красивая получается крупная несложная ей просто работать но также этой насадкой мы легко сами сделаем розу остина мы можем сделать пион мы можем сделать мак мы можем сделать анюткины глазки это все делается насадкой 128 насадка 125 прямой лепесток прекрасно подходит для гортензии подходит для ранун плюсов подходит для нарциссов для мелких цветков различных универсальная хорошая насадка насадка 124 делаем мелкие цветочки делаем серединку ранун плюс а делаем что мы еще и делаем делаем гортензию вот очень ее круто миксер миксовать со 125 насадка получается очень интересная гортензия базовые насадки 125 к 126 к они отличаются только длиной лепестка это тоже базовые насадки мы делаем с помощью них множество цветков розы ранун плюсы различные цветочки можно делать маки можно делать нарциссы можно делать анюткины глазки сюда же универсальная насадка незаменимая насадочка номер 103 это маленький прямой лепесток розы с помощью него мы делаем любую зелень мы делаем зелень у пионов можно делать какие-то акценты можно делать какие-то мелкие цветочки с помощью этой насадки мы делаем серединку ранун плюс а этой насадкой насадка незаменимая навсегда должна быть хризантемы хризантемы мы делаем насадкой улыбка чем крупнее улыбка тем проще с ней работать и тем крупнее будет ваш цветок я люблю работать с насадкой 143 она достаточно крупная если сравнить ее с насадкой 79 то очень хорошо видно разницу мы делаем хризантемы любые мы делаем астры все этими насадками базовая насадка 61 маленький изогнутый лепесток розы с помощью этой насадкой мы делаем любые мелкие цветочки мы делаем гортензию мы делаем сирень очень удобная очень такая вот тоже интересная насадка если она есть то это очень хорошо для пионов в основном мы для пионов конечно берем 122 насадку и 123 123 насадка нравится мне больше я постоянно работаю только с ней они абсолютно одинаковые отличаются они также чуть в размерах 123 насадкой мы делаем не только пион но еще можно сделать прекрасный ирис для зелени для листочков мы берем насадку 115 чуть поменьше 114 есть вот такая вот насадка на называется листик розы с 352 с помощью 115 или 114 насадкой мы также можем сделать лилию как видите базовых насадок совсем немного но с помощью с их помощью мы можем сделать абсолютно любые цветы конечно есть и другие насадки их очень много вот такая вот она тоже считается базовая насадка и возможно на даже у вас есть это 402 насадка насадка сложная она хоть и называется лепесток хризантемы но для хризантемы она совершенно не подходит с помощью нее тоже можно сделать интересные цветы но для новичка она будет сложновато для роз есть прекрасная насадка 874 для новичка с ней работать несподручно может быть тяжело но с помощью нее получаются просто великолепные розы насадка 118 вот такая вот интересная она идет в основном для пионов но ей также можно делать розу остина лепесточки получаются такие очень очень интересные с помощью нее насадка травка 133 я беру вот такую вот маленькую травку мне нравится она больше я использую ее для тычинок опионов тычинки получаются тоненькие и реалистичные очень интересная насадка для хризантемы с перемычкой я в основном ее использую для остров и делаю такие остров астролисты остренькие острочки получаются с помощью этой насадки специальная насадка для лилии это насадка ручной работы но на самом деле лилию можно прекрасно делать обычной базовой насадкой покажу вам вам еще вот такую вот интересную насадку эта насадка для помпонных хризантем интересно интересно лепесток у нее но к ней тоже нужно привыкнуть ее тоже нужно понять для зефира этого вообще это насадка для крема для зефира я бы взяла такую но намного покрупнее и покажу вам еще тогда для сирени насадку это 135 это вот такая вот интересная насадка гвоздик у нее посрединке и с помощью нее делается зефирная сирень я надеюсь что этот небольшой обзор был для вас полезным если у вас остались вопросы задавайте в комментариях обязательно все обсудим